Приветствую вас, Никита. И первое, что хотел бы я вам сказать, это, пожалуй, то, что вы не ставите вопрос. Абсолютно никакого вопроса вы не ставите. То есть, вот вы описываете проблему. Проблема существует, проблема неприятная, но, тем не менее, она есть. Что вы хотите делать со всем этим? Со всем тем, что вы описали, непонятно. От слова «совсем». То есть, совсем непонятно, что вы хотите со всем этим делать. Предположим, что девушка действительно вас превращила. В таком случае, при наличии магического элемента, вам стоит обратиться к эзотерикам, для того, чтобы они сняли с вас превращение и, тем самым, помогли бы вам освободиться. Интересна сама мысль о том, да, что вы считаете, что вас именно превращили. То есть, вы как будто бы здесь, с точки зрения психологии, смещаете акцент ответственности с себя на нее. То есть, вы, в первую очередь, подумали, что вас превращили. Не то, что она вас чем-то зацепила, а то, что вас превращили. И мне кажется, что это, как минимум, достаточно показательный пример того, что с вами сейчас происходит. А происходит сейчас с вами следующее. Во-первых, вы, значит, скорее всего, воспринимаете девочек исключительно только по их внешним данным. Я, конечно, не знаю, могу ошибаться, но мне почему-то кажется, что ситуация именно такая. Вы говорите, что она, эта девушка, самая некрасивая из всех, что у вас было. То есть, такое впечатление, что вы сравниваете, вы сравниваете ее с другими девушками. А это значит, что любви у вас к ней нет. Есть какая-то страсть или есть какая-то потребность в ней быть. С точки зрения психологии превращения не существует. С точки зрения психологии существует, скорее, ваша ответственность за то, что произошло. С точки зрения психологии существует ваша потребность в том, чтобы быть именно с этой девушкой по какой-то неизвестной пока что причине, которая, безусловно, лежит где-то в основе всего вашего поведения. В психологии также существует такое понятие, как импринтинг. Некий образ, который мгновенно привлекает внимание, приковывает к себе и не позволяет человеку от него уйти, от него отдалиться. Импринтингом называется все проявления фитиша, импринтингом называется все, что возбуждает и так далее. То есть это совокупность некоторых факторов, закрепленных через эмоциональную связь, через эмоциональную и чувственную связь. И я полагаю, я полагаю, что исходить вам, если уж вы обратились в раздел психологии, нужно именно от этого. От того, что не девушка приворожила вас, хотя вам может казаться и обратно, а вы что-то увидели в ней для себя, что там такое, что это стало для вас очень и очень важным. Я полагаю, что начинать любую работу с психологом стоит с взятия личной ответственности за то, что происходит и отказ от поиска виноватых среди других людей. Вообще, вообще отказаться от поиска виноватых, потому что виноватых людей в принципе нет. Дальше, дальше. Я постоянно думаю о ней. Это навязчивые мысли, которые продиктованы с одной стороны большой значимостью этих мыслей, чрезмерной значимостью мыслей, перегруженностью значимости этих мыслей. И с другой стороны запрет на то, чтобы думать о чем-то еще. То есть вот тот факт, что вы не можете думать ни о чем-то другом, это запрет. Это запрет. Который, скорее всего, идет из вашей детско-родительской семьи. Навязчивые мысли, это также защита от каких-то нежелательных состояний. Дальше. Очень сильно ревную, пишите вы. Ревность есть неуверенность в себе, потребность в безопасности через контроль и отсутствие собственной значимости. Как дела обстоят у вас, Никита, с личными границами и собственной реализацией? На эти вопросы вам нужно ответить. Дальше. Она как будто играет со мной, провансирует, обманывает, разводит на материальные блага. Здесь вновь идет перекладывание ответственности с себя на другого человека. Может быть, она играет, может быть, она провоцирует, может быть, она вытягивает из вас материальные средства, может быть, все это так. Но, с точки зрения психологии, ничего не было возможным, если бы вы сами этого не хотели. В теории игр, тот, кто вступает в игру или попадается в игру, делает это с определенной целью. Своей целью. Которая просто-напросто не разделяется другим игроком. Поэтому очень важно понять, для чего вы позволяете ей так себя с вами вести. Еще раз повторю, она может делать, что хочет. Вы позволяете это делать. Вы отвечаете ей. И причина того, что вы ей отвечаете, нуждается в прояснении. В обязательном прояснении, если вы хотите ситуацию разобрать, если вы хотите из нее выйти, если вы хотите освободиться. Также необходимо понимать, что в данной ситуации у вас практически полностью отсутствует взрослый. То есть практически полностью отсутствует аналитическое мышление, практически полностью отсутствует сколько-нибудь объективное представление об этой ситуации. А руководствуете своих, по сути, только лишь мистическими, магическими, архаичными понятиями, которые ображают недостаток информации о ситуации для, собственно говоря, вас. И опять же, опять же, здесь очень важный момент заключается в том, чего вы хотите. Хотите ли вы, чтобы ситуация изменилась, или хотите ли вы, чтобы все оставалось прежде, но чтобы девушка ушла, не очень понятно. Так или иначе, то, что случилось, означает, что в вашей жизни назрели определенные перемены, которые вам необходимо для себя увидеть, принять и впоследствии уже что-то с ними делать. Что именно на ваш безусловный выбор, что именно на ваше безусловное рассмотрение. Только так и никак иначе можно эту ситуацию изменить для себя и по отношению к себе. Других способов, к сожалению, нет. Дальше. Следующий момент. Я это все сам понимаю, пишите вы, но ничего с собой поделать не могу. То есть, вы, вас буквально заставляет что-то так поступать. Давайте подумаем, что именно. Вы пишите, когда ее нет, я вроде спокоен, но только она рядом. Рядом у нас постоянно какие-то выяснения отношений, с какой целью вы выясняете отношения. Здесь опять происходит перенос ответственности, потому что вы не желаете признать, что отношения начинаете выяснять вы. Вы выясняете отношения, вы не желаете этого признать. Вы говорите, что у нас начинается выяснение отношений, а это как бы уже, значит, размитие личных границ и размитие ответственности. Она все перекручивает в свою пользу, опять же, что это значит, как это вы понимаете. И вы пишите, что она не красавица, а самая неяркая из моих девочек. Вы действительно думаете, что красота, внешняя и яркость это единственное, что определяет привлекательность девушки? А если она привлекает ни красотой, ни яркости, то она обязательно вас превращила? Так получается, Никита, по вашей точке зрения? Я бы подверг определенному сомнению вашу позицию и предложил бы посмотреть, на что вы опираетесь при, ну, скажем так, продвижении своего представления. Просто на что вы опираетесь. Если вы хотите изменить ситуацию, то вам свои определенные представления нужно будет изменить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!